Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Алексей Викрылов. Ну что, я вернулся домой и в этом видео пора подвести какие-то итоги. Повторяю, что за короткий период времени мне удалось пожить в 14 отелях Шарм-Аль-Шейха. То есть не побывать на территории, а реально пожить. И сейчас мы выберем самый лучший отель, потому что все меня спрашивают. Алексей, какой же самый лучший отель? Куда же нужно поехать? Поэтому все в этом ролике. Тут ко мне пришла Дарья Алексеевна. Многие из вас не знают Дарью Алексеевну, потому что много подписчиков на канале появилось. Покажи, что у тебя, Даш? Это что такое? Это игрушки. Игрушки? Я иду маме подарки. Подарки маме везешь? Да. А поздороваешься со всеми? Да нет, я иду подарки. Нет, а скажи, всем привет. Всем привет. А ручкой помашешь? Хорошо, спасибо. Многие меня спрашивают, Алексей, как спланировать свое путешествие? Как ты выбираешь? Покажи процесс, как выбираешь странные города? Я вам сейчас поделюсь очень интересной информацией, как можно спланировать интересное путешествие. И самое главное, по очень выгодной цене. Я рассказывал про сервис, который называется TripMyDream. На нем можно купить авиабилеты по самым выгодным ценам. И у них есть очень интересный инструмент, который называется TripMix. С помощью этого инструмента можно спланировать себе путешествие. Например, с пятью прямыми перелетами. Это самое главное. То есть прямые перелеты примерно за 100 евро. То есть смотрите, как это работает. Я думаю, это пригодится каждому. Заходим на сайт TripMyDream. Выбираем TripMix. Выбрали. Нажимаем готово. Например, город Вейта у нас будет Киев. У каждого город разный. То есть выставили город. И просто нажимаем найти. Вот. Нажали, он нам ищет. Итак, вот показывает вариант. Из Киева в Варшаву. Из Варшавы в Брюссель. Из Брюсселя в Санта-Дер. Из Санта-Дера в Милан. Из Милана в Братиславу. Из Братиславы назад в Киев. И цена за авиаперелеты в эти все города составляет всего лишь 68 долларов. То есть он нашел нам самое выгодное предложение. И этих миксов огромное количество. Просто нужно посидеть и повыбирать, что есть. Например, здесь есть очень удобный фильтр. Смотрите. Можем также выбрать, например, мы хотим, чтобы в нашу поездку входил, не знаю, входил, например, Барселона. Нажимаем Барселона. И можем еще выбрать еще один город. Например, Вена. Выбираем Вена. Вот. Выбрали. Так вот. Нажимаем найти. То есть все очень просто, как вы видите. Вот. Вариант за 96 долларов. Из Киева в Манчестер. Из Манчестера в Дублин. Из Дублина в Брюссель. Из Брюсселя в Барселону. Из Барселона в Вену. И из Вены назад в Киев. Всего лишь за 96 долларов. По-моему, это очень крутой способ как-то планировать себе путешествия. Также здесь есть удобный фильтр. Здесь мы можем выбрать количество городов, которые хотим посетить. Страны с визой. Без визы уже выбираете. Ограничить цену за одного путешественника. Также можем ограничить все путешествия, чтобы это входило в одну рабочую неделю, например. Исключить ночные вылеты. И самое главное, то есть очень удобно, можно выбрать количество ночей в каждом городе. Например, сделать. Я хочу, например, находиться в городе там всего лишь по 2-3 ночи. Вот. Это очень классно. И вот вам спланированное путешествие. Поэтому ссылку на сайт TripMyDream оставлю под видео. Пользуйтесь. Мне кажется, это очень крутая штука. Запомните. Trip Mix. А сейчас давайте говорить про отели. Но перед этим сделаем прекрасный египетский кофе. Ну, давайте про отели. Это самое интересное. Потому что многие спрашивают, часто пишут мне сообщения. Алексей, посоветуй хороший отель. Точнее, ну, все мы, в принципе, ищем какой отель. Чтобы был и по цене, ну, подешевле, и по качеству получше. То есть цена-качество. За короткий период времени мне удалось пожить в 14 отелях Шарм-эль-Шейха. И что вам хочу сказать. Отели были разной ценовой категории. И во всех отелях, во всех, были недовольные люди. То есть было много моих, ну, моих зрителей. Ко мне подходили и говорили. Алексей, это ужас. Это жесть. Это просто, не знаю, это ад. Мягкое место, так назовем. Мягко назовем мягкое место. Да, вот. То есть везде были недовольные. И везде были довольные. То есть самый, может, даже начнем с самого, там, не знаю, как мне показалось. Я бы не сказал, что он худший. То есть самый дешевый. Самый отель по низкой цене, короче, Шарм-плаза. То есть его, как говорят, пятизвездочный отель на первой береговой линии. И там цена, сейчас цена, которую я видел, 260 баксов за человека на 7 ночей с перелетом и питанием. Все включено. Вот. Это очень низкая цена. Поэтому туда едет очень много людей. И что я видел в этом отеле, сейчас буду на примере, с нему начну рассказывать. На ресепшене люди, когда приезжают, им сразу говорят, ну, идите там на обед. Ну, то есть посмотреть или там пройдутся по территории. И я видел, как люди плакали. Они говорят, это ужас, куда вы нас привезли, что это такое. Вот. Я видел это реально на ресепшене. Звонили сразу своим турагентам. Просили, чтобы их там куда-то переселяли. Увозили в другой отель. И такую картину реально видел. И в этом же отеле были люди, которые говорили, да, нам все отлично, все супер, все классно, как бы. То есть, с чего хочу начать. Вы четко должны понимать, зачем вы едете. Что вам главное. Если низкая цена, то, понятно, как бы сервис будет не очень. Я показывал какие там очереди гигантские в столовой. Но плюс этого отеля, что он находится на первой линии. И там есть коралловый риф. То есть, люди, которые были, ну, говорили, что все отлично, как бы, они ехали ради моря. Они, еще знаете, когда вы покупаете тур, у вас должно четко, вы должны иметь четкое представление, куда вы едете. Мне кажется, ошибочное такое. Ну, то ли турагенты допускают ошибки. То есть, вот по поводу Шарм-Плаза, я видел, я лазаю в интернете где-то, мне выскакивает объявление. Новый год, ну, лучше там не было, типа, в пятизвездочном отеле Шарм-Аль-Шейха, типа, в Шарм-Аль-Шейхе на первой береговой линии Шарм-Плаза. И когда вы видите эту рекламу, там, понятно, еще фотки какие-то классные поставили. Вы думаете, что это реально офигеннейший пятизвездочный отель, и вы туда поедете за копейки. Вот, на самом деле это не так. То есть, я когда ездил вот до этого в плохие отели, которые называются, я уже забыл, Royal Holiday, вот, кто видел, тот знает. Мне изначально предупреждали в турагентстве Алексей, это полное, ну, туда лучше не ехать. И люди, которые были довольны, в принципе, в этом отеле, они знают, куда они едут. Они понимают, что цена невысокая, и они понимают, чем они жертвуют. То есть, они знали, мы едем в полную, как сказать, ну, не в очень хорошее место, но мы это четко осознаем. И то есть, что самое главное на отдыхе? Расслабиться и не париться, правильно? Не страдать, не переживать там, что у вас там все плохо. То есть, они изначально знают. То есть, знаете, как, у меня была серия видеороликов, когда я ехал в Турцию. Я купил самый дешевый отель в Аланье, вот. И я ехал, я думал, это будет жесть. Там и клопы показывали, ну, это в отзывах писали люди, якобы есть. На самом деле, я приехал, и отдых прошел просто офигенно. То есть, я готовился к худшему, а получилось все совсем наоборот. Вот так вот. Так же и здесь. То есть, вы должны иметь четкое представление, куда вы едете. Это я сказал по поводу Шарплаза. То есть, мне кажется, турагенты должны четко говорить, вот как мне обычно говорят. Алексей, это жесть. Туда лучше не ехать. Но если вы поедете, чтобы вы уже были готовы, что там и очереди, и будет, и сервис не очень. Я уже говорю, я это все понимаю. Мне самая главная цена. Мне чем ниже, тем лучше. Вот. Если цена важна, то есть так. Но если вы спросите, Алексей, ты бы поехал в этот отель? Я вам так скажу. Если бы я сидел с пацанами, и мне бы нам было нечего делать, и кто-то бы предложил, а не поехать ли нам куда-нибудь отдохнуть все вместе? В принципе, денегу, если немного не хочется много тратить, этот вариант подойдет отлично. Если вы изначально знаете, куда вы едете, и вы сможете в этом всем расслабиться, то есть вы не будете напрягаться в очередях. То есть, ну, точнее как, очереди там есть в начале. Если уже будете подходить под конец обеда, ужина, то есть, то тогда без проблем отдых будет просто офигенским. Так вот, конечно, на барных стойках есть очереди, но очереди можно немножечко отстоять, и как бы не всегда это такая уже большая проблема. Также часто задают вопрос, Алексей, подскажи какой-то молодежный такой тусовочный отель. Отель обычно самый бюджетный, это, ну, как по моей практике, если вы там что-то знаете по этому поводу, тоже там пишите. По моей практике самые бюджетные такие вот пятерки на первой линии, это такие тусовочные молодежные отели. И это действительно было так, потому что когда я туда приехал, я удивился. Я тогда в видео говорил, говорю, Никита, откуда здесь столько девушек, что просто жесть? Поэтому, друзья, делайте выводы. Ну что, давайте уже разобьем отели по категориям, поехали. Итак, отель номер один по сервису, это, скажу, те отели, в которых я был, повторяю. Там их огромное количество, в которых я еще не был, поэтому пишите отели, в которых вы были, в которых я был. Номер один по сервису, это Coral Sea Holiday, вот, Coral Sea Holiday, то есть, по сервису там все супер. На него можно, в этот отель можно уехать зимой, например, там за 600 баксов, 630, я видел такие предложения. То есть, он находится в бухте Набк, ой, не бухта, то есть, район Набк. Вот, но на территории этого отеля нету кораллового рифа. Там есть такой песчаный заход, вот, есть причал, с которого можно там тоже понырять. То есть, кораллов там не будет, но сервис там просто отличный, еда там классная, было все супер, все офигенно. Я это в видеоролике говорил, номера там просто классные, но нету кораллов. Поехали дальше. Лучший пляж, который я видел, это отель Domino. Domino, там, Coral Bay, там целая сеть этих отелей Domino идет. Вот, в общем, запомните Domino, там, по-моему, 7 или 8 отелей. Так вот, поэтому там у них территория, в принципе, общая, лучший пляж. Потому что есть и песчаный заход, я показывал. Ну, понятно, не везде там можно заходить, но он есть, песчаный заход. Потом есть красивый коралловый риф. И есть еще бассейны, которые находятся в море. То есть, один бассейн там 2 метра, а следующий бассейн идет метра полтора, по-моему. Поэтому, кто боится, там, акул чувствует себя некомфортно, он хочет покупаться в морской воде. То есть, там дно закрытое, по бокам сетки, вода постоянно циркулирует. Поэтому, по пляжу, мне показался, этот отель очень классный. Огромное количество волейбольных этих сеток, футбольные поля там есть, а пляжи. Поэтому, мне показалось, очень классно. Вот, лучший пляж в отеле Domino. Ну, и, в принципе, по питанию я уже там высказывался. Смотрите подробные обзоры под видео. Также хочу сказать, что обзоры всех отелей будет ссылка под видео. Следующий вопрос спрашивают. Многие захотели там поехать своим ходом. Смотрите, в Египет, короче, выгодно покупать тур. Своим ходом туда ездить невыгодно, если жить в отелях. Потому что мы там пожили, там пожили. И самое интересное, что цены на отели, когда вы приезжаете по факту, хотите, например, скажу, Jolly Villa отель. Получается, если покупать тур на 7 ночей, он может стоить на человека 400 баксов. Вот. Это с перелетом, с питанием, там все включено, например. Через интернет бронировать, там номер стоит в районе 100 баксов. Но это на двоих. Вот. Если бронировать уже на стойке, то это будет стоить 300 баксов. Короче, цены везде разные. Поэтому самое выгодное, это покупать тур. Вот. Ну, своим ходом выгодно в том случае, если вы летите и там уже будете снимать жилье. Будете жить в какой-то квартире. Там есть, по-моему, огромное количество жилья. Есть квартиры там с бассейнами в разных районах. Короче, это все надо гуглить, смотреть. Вот. Вот это самый выгодный вариант. И когда вы приезжаете, наверное, еще на пару месяцев в этой квартире, обычно так люди делают, живут. Поэтому вот чисто в отельчике пожить неделю, лучше всего взять тур. То есть, вот прям удивили меня два отеля. Домина, это то, что у него бассейны, получается, в море. То есть, мне показалось, это очень круто. И сервисом удивил, потому что я в Египте, ну, не видел такого еще сервиса. Понятно, есть еще круче отели, но они дороже. Вот. Коралл с Яхолидой. Так вот. Остальные отели плюс-минус, как бы, везде все одинаковое. Так я вам скажу. Ну, вот один тоже из хороших отелей мне показалось. Грэнд Оазис. Я его там одним роликом весь показал. То есть, удобное месторасположение. Есть там немножечко песочный заход. Есть и кораллы, и очередей не было. То есть, все так нормально, отлично. Небольшая территория. Все хорошо, уютно. И номера, как бы, ну, такие более-менее. Хотя там тоже люди жаловались на все. Так вот. Поэтому, вот, мне показался такой неплохой отель. Также неплохой, в принципе, мне показалось, Хилтон Шаркс Бэй. То есть, там, понятно, я там показывал, там очень крутой пляж идет. Но я говорю, в начале ролика говорил, что каждый выбирает по своим потребностям. Если вы летите с детьми, то, понятно, вот этот пляж, как скала, это особенность Шарм-эль-Шейха. То есть, все писали, что фу, какой отстой, ужасный пляж. Но это особенность. То есть, у него нет, ну, как бы, есть, но очень мало. Чтобы у отеля был такой плавный, песчаный заход. Там обычно идет такой обрыв, на котором лестницы. И, как бы, даже песочного захода нет. Это особенность Шарма. Вот в этом отеле был такой пляж. Вот, как бы, кораллы есть, есть, плавать можно, можно. С детьми там удобно, неудобно. Вот, поэтому с детьми его лучше не рассматривать. Так вот. Это Хилтон Шаркс Бэй, я говорил. Дальше. Какие отели еще были? Альбатрос Акваблю. Вот, это самый дорогой, как бы, да, самый дорогой отель, в котором мы были. Что мне не понравилось, что во время того, как мы там жили, пришли рабочие, начали что-то там красить, чистить. В итоге в номере воняло краской. Ну, это меня, это первый раз я такое увидел. Я не думал, что в этом отеле такое может быть. То есть, какие-то ремонтные работы должны производиться, когда в номере никто не живет. Когда там живут люди и была такая очень сильная вонь краской. Вот. Ну, это, я думаю, редкость. Кто в этом отеле обычно был, все остаются довольны. Но там тоже нету моря. Вот. Чтобы попасть на море, нужно проехаться на автобусе. Мы, точнее, мы прошлись. Я показывал, обратно уже ехали назад. Вот. Пляж мне там вообще не понравился. Там кораллов нет. На пляже именно отеля Альбатрос. Чтобы увидеть кораллы, говорят, надо идти куда-то там далеко-далеко-далеко. Вот. И там уже будут офигеннейшие красивые кораллы. Так что, вот по... А так вот отель очень классный. Огромное количество горок. Все чисто. Все классно. Офигенная территория. Все прям такой идеальный. Кофе делают в кофемашине. То есть, там это... Ну, в столовой есть в ресторане. Как бы растворимый можно делать по утрам. А есть на улице барчик. Там делают вам намололи. Какой-то итальянский сказали. И сделали в кофемашине. Очень вкусно. Я уже не знаю, что говорить по отелям. Знаете, я не люблю ставить отелям оценки. Типа, ну, я считаю, кто это такой, чтобы ставить отелям оценки. Правильно? Вот. Я как бы так свое впечатление вам рассказал. Сколько людей, столько и мнений. Я повторяю, что во всех отелях были недовольны. И говорили, что это самый худший отель. Кто-то говорил, что отель классный. То есть, соответствует своей цене. Действительно, да. Чем дешевле отель, тем хуже сервис. Значит, там что-то не так. Вот. Это как я увидел. Так. Поэтому будьте внимательны, когда выбираете. Хорошие отели пользуются популярностью. Но еще есть такой прикол, что в том году этот отель был супер отстойный. Потом там поменялся хозяин. Сделали ремонты. Поменялся там персонал. То есть, концепция отеля поменялась. Название примерно осталось то же самое. Но отель стал крутым. Вот. Это мне говорили про Grand Oasis, по-моему. То есть, там, говорят, что-то мега жесть какая-то была. Сейчас стало все круто. Но есть еще такие нюансы. Когда я был в отеле Royal Holiday, он как-то назывался там по одному. Потом поменялся хозяин. И людям, которые туда приезжали, им что-то впаривали, что в отеле произведена была реновация. То есть, все переделано. Это сейчас новый классный отель. Хотя там ничего не делалось. Я показывал сухие газоны. Огромные очереди. То есть, там просто жесть была. Вот. Это все есть на канале. И также я в эту ссылку запихну. Посмотрите. Поэтому, ну, когда турагенты продают людям путевки, они конкретно, ну, они должны знать, что они продают. И не запутывать людей. Я считаю, людям нужно говорить так. Это полная... Ну, если отель жесть, то надо так сказать человеку, что это жесть. Если вы хотите хороший сервис, то этот отель, он не может стоить дешево. Так вот. Потому что, ну, нужно так говорить людям, чтобы они там не плакали на ресепшенах. Понятно, что не у всех есть финансовые возможности жить в хороших отелях. Вот. А человек уже пусть сам принимает решение, чтобы, ну, адекватно к этому как-то подходил тоже человек, который покупает тур, чтобы он понимал, что за 500 баксов на двоих не будет там чего-то мега супер офигенно крутого. Поэтому, стоит ехать в Египет, не стоит ехать в самые дешевые отели. Я считаю, ну, если вы ограничены там в бюджете, ну, конечно же, стоит. Потому что, чем сидеть в холодрыге, поехать там на недельку, на две погреться на солнышке, там классное море, классная природа. То есть, ну, как природа, пустыня, но все равно это тоже природа, правильно? Она какая-то... Ну, что-то в этом есть, так скажем. Поэтому, самое главное, это хорошее настроение. Вот. Когда вы едете в самый дешевый отель, я вот уже говорю, как на примере Турции, то есть, вы должны четко понимать, куда вы едете. То есть, ничего не придумывать, что если там 5 звезд написано, не факт, что там будет все там лакшери, супер круто. Так вот. Просто трезво мыслить, если заплатили небольшую сумму, то как бы не стоит там рассчитывать на что-то мега классное, мега крутое. На какой-то офигеннейший сервис, так я это скажу. Вот. А если будет хорошее настроение, то будет вот чувство расслабленности, чувство отдыха. Вот. Поэтому, желаю вам, чтобы всегда было хорошее настроение. Ну что, как у тебя дела, Даш? Все хорошо. Хорошо. Чем занимаешься? Спортом. Спортом? Да. Каким? Делами. Спортом, делам. С чем-чем? Спортом, делам. Я делам. Делам? Да, диваном. Спортом, диван. Я, правда, ничего не понял, но понятненько все. Наверное, вы от этого видео ожидали, что я скажу четко. В этот отель надо ехать, в этот не надо. Этот вариант рассматривайте. Честно, я поездил по многим отелям, я еще сильнее запутался. Я не представляю, как работают турагенты. Потому что, ну, всем угодить, ну, это просто. Я побыл. И вот спросите меня. Алексей, посоветуй какой-то отель? Я вам никакой не посоветую. Отелей огромное количество. Самое главное, когда покупаете тур, четко формируйте свои потребности. То есть, вам важно, чтобы был песчаный заход или не было песчаного захода. Вам нужен красивый коралловый риф или чтобы там не было кораллов. Вот. Вам нужна огромная территория, либо чтобы она была маленькая. Вам нужно, чтобы расположение было близко к центру, там, к старому городу Соха, либо какой-то Набк. Вот. Это четко нужно все озвучивать. Вам нужен дешевый отель, либо вы можете себе позволить какой-то дорогой отель. Вот. Поэтому это все, от этого всего будет зависеть, там, от цены сервис, какой будет в отеле. Поэтому, серьезно, это очень сложный вопрос. И я никому ничего не советую, потому что я пообщался с людьми, которых встречал в отелях. Это уже сот раз, повторяю. Было огромнейшее количество недовольных во всех отелях. И было много довольных тоже во всех отелях. Даже в самых ужасных. Поэтому, я вам желаю, чтобы вы всегда получали удовольствие от вашего отдыха. Чтобы у вас всегда было хорошее настроение. Всем счастья, любви, добра, мира. И всего самого лучшего. С вами был Алексей Крылов. Пока. Помашешь ручкой? Пока-пока. А так сделай. И подуй. Подуй в камеру, а не на руку. Вот так. О, молодец. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok